Более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи доставил штаб Рината Ахметова мирным жителям Донбасса. Почти два года волонтеры выдают наборы выживания по обе стороны линии соприкосновения. Они спасают от голода целые семьи, особенно в городах и поселках вдоль фронта, где в последнее время возобновились обстрелы. Новобахмутовка всего в 10 километрах от Ясиноватой, практически передовая канонаду здесь слышат ежедневно. Но выстрелы не останавливают работу мобильных волонтеров штаба Ахметова. Больше года передвижные пункты выдачи доставляют помощь мирным жителям в глубинку Донбасса. В 427 населенных пунктах волонтеры раздали почти 160 тысяч наборов выживания. Полтысячи доставили и в Ясиноватский район. Большинство тех, кто остро нуждается в поддержке, это пенсионеры старше 65 лет. Татьяна Кучерявчук – мать четверых детей. Говорит, помощь от земляка пришла вовремя. В доме как раз закончились продукты. Дочь и троих сыновей женщина воспитывает сама. Самому младшему Руслану годик. Малыш не знает, что такое жизнь в тишине. Только молюсь, чтобы ничего не упало, ничего не пострадало, чтобы детей не зацепило. Многодетной семье бежать некуда. Местным жителям остается надеяться лишь на себя и помощь неравнодушных людей. За плечами мобильных волонтеров более 70 тысяч труднопроходимых проселочных дорог. За день успевает побывать сразу в нескольких населенных пунктах и выдать до тысячи продуктовых наборов. В фокусе внимания жители прифронтовых зон. Мобильные бригады гуманитарной помощи доставили и выдали помощь на 90% при фронтовой территории Донбасса. По обе стороны линии разграничения. Это такие горячие точки, как Пески, Опытная, Очеретина, Новотроицкая, Майорск, Жованка. Это те места, где люди выживают. Каждую неделю на Донбасс отправляются колонны большегрузов с помощью Рината Ахметова. За 22 месяца работы гуманитарного штаба выехало более 5000 автомобилей. Мирным жителям доставили более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Юлия Меншакирова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырев. События. Канал Украина.